Лайв-формат. Подкаст — это, к тому же, нужно хорошее устройство с большой памятью. А у меня почему-то по жизни всегда такое происходит, что каждый мой телефон, там минимум памяти остается. Я его загружаю настолько, что память полностью заполнена. Поэтому я выбрал изначально аудиоподкаст. Мы, кстати, с ним хотели переходить на видеоподкасты и так далее. Но что-то не задалось. У нас вообще сейчас большой перерыв произошел. Буквально на днях мы хотели снять, так и не сняли. Я думаю, что вот всё это в будущем. Может, продолжим эту рубрику, ещё, возможно, начнём новую. То есть тут уже аудиоподкасты — это вполне свободная тема, конкурентов немного. Но тут даже не в конкурентах дело, а в востребовательности. То есть я смотрю нескольким своим друзьям, знакомым покидал этот подкаст свой. Многие за рулём слушают. И это значительно удобнее, нежели видеоподкаст. Потому что видеоподкастам нужно отвлекаться, смотреть и так далее. Особенно если в две дорожки и так далее. Аудиоподкаст можно слушать в наушниках, можно слушать с выключенным телефоном, если, конечно, YouTube Premium есть и так далее. То есть это значительно удобнее для прослушивания, ещё более удобнее для записи как такового подкаста. Поэтому я выбрал именно это. И вообще он мне больше по душе, нежели там видеоподкаст. Вообще в подкастах, как в разговорах, я считаю, нет особой надобности в том, чтобы видеть человека, если не на постоянке. Если там, конечно, одиночный подкаст с кем-то, или интервью, как у DDI и так далее, это естественно нужно. А когда там подкаст на 50 серий и одни и те же гости, то я не вижу смысла, чтобы был видеоформат. То есть аудиоформат легче и проще воспринимается и так далее. Интервью, я считаю, что там как бы тоже разные гости и так далее. Когда разные гости приходят, ещё скажем по отдельности. Ну так же, когда один и тот же. То есть тот же недавно выходил у него с Фейсом, который в 17-м вышел тоже. И вот недавно с Тиньковым, который тоже в 16-м, 17-м, я точно не помню, и вот сейчас. То есть как меняется персонаж, тоже интересно смотреть. Когда подкасты, они по 10-10-10 выходят. То есть у нас, кстати, не знаю, кто-то заметил, нет. У меня получается такая тенденция на канале, что я хочу менять только аватарку, не аватарку, как это назвать, скорее превьюшку для каждого подкаста, каждые три подкаста. То есть каждые три подкаста я меняю превьюшку, но каждый подкаст я немножко меняю оттенок вот этой надписи, оттенок вот этого фона. То есть чтобы это было интереснее смотреть, даже банально интереснее приходить, и было понятно, где что. Потому что люди, как правило, смотрят на превью, а потом уже обращают внимание на текст и так далее. То есть превью, я считаю, что тоже должно быть довольно-таки качественно сделано. Но я пока что начинающий, поэтому так, туда-сюда. Потом, когда займусь этим более профессионально, тут надо и звук подлутать и так далее. К тому же у меня сейчас еще полностью не перешел на какую-то конкретную программу. Я, можно сказать, даже записываю это в приложении, в котором записывают треки. Поэтому это не совсем удобно. Но там зато качество звука хорошее. Поэтому тут надо выбрать, конечно, приложение другое и так далее. И поиграться с этим. Поэтому пока что у меня всего два месяца было. Но мы пока только все наладили. И вот сейчас нужно прийти на другое приложение с парнем, с Дмитрием, и в целом связаться. Мы планируем еще дальше-дальше-дальше работать. Не только в этой сфере, там писательство тоже. Но подкастинг — это как основное. Я планирую с ним вот это все делать. И на новый канал мы хотели что-то залить. Ну, у нас все еще, конечно, не создан, только планировали. Но с видеоподкастами это, конечно, тоже нужно оборудование, звук, фон, картинку и так далее. Поэтому с обоих сторон. Еще, наверное, все-таки рубрику «Шагает» можно было сделать, как идти там по городу и снимать одновременно. Что-то такое. Поэтому тут можно тоже экспериментировать с форматами и так далее. То есть есть где поиграться, есть где поиграть. Live Format Субтитры создавал DimaTorzok